Во славном во городе Вакиеве шел честной пир свадьба. Венчались две пары. Сам Владимир Красное Солнышко с апраксой путятишной, да славный богатырь Дунай Иванович с удалой поляницей Настасией Микулишной. На широком перу в Охмелю гости предаются по хвальбе. Дунай в череду с другими богатырями хвалится своей меткостью во стрельбе из лука, а его жена поговаривает только, на выстрел нет лучше Настасии Королевишны. Дунаюшка и Настасия устраивают богатырское соперничество, хотят стрелочки каленые стрелять. Настасия Королевишна первая стреляла и все разы попадала в обручальное колечко, что находилось у Дунаюшки на хмельной головушке. И стрелил Дунаюшка Иванович. Да первый раз перестрелил, а второй раз не дострелил и стал сызнова Дунай метиться. Тогда взмолилась Королевишна. То молвит. Не погуби, Дунаюшка, у меня во чреве младенец есть. Такого младенца в ограде нет. По колен ножки-то в серебре, по локоть ручки-то в золоте, по косицам частые звездочки, а в тьми печет красно-солнышко. Но пущает Дунай стрелочку в колечко, да промахивается. Пала Настасия замертво. Тут с Дуная хмельто и спал, распластал он ей чрево, да дивился святозарному младенцу. Наставил Дунай меч тупым концом в осыру землю, а на острый конец пал ретивым сердцем. Где пала Дунаева головушка, там протекла Дунай-река. А где Настасьяна головушка, там речка Настасья. И слились они во единую реку Дунай. Сюжет этой древней былины привлекал Константина Васильева в течение нескольких лет. Известно несколько эскизов и вариантов этой работы, свидетельствующих об упорном поиске, который и завершил художник созданием большой картины, которая находится в Московском музее Константина Васильева. В нашей галерее представлен один из первых вариантов картины. Продолжение следует...